Шалом, с вами Рафаэль Перский, пацаник и бальческого арабия короля Машиаха и Хасистский взгляд. Идельная глава Тору и Мор. Ну, по этому поводу можно сказать такую шутку. Два евнуха проходят операцию. После операции их привозят в палату. Один Рума говорит, слушай, видишь, как... Мало того, что они нам сделали операцию, они еще и издеваются над нами. Смеются над нами. Сказали, что до свадьбы заживет. Вот. К сожалению, эти вещи были и очень давно, и теперь. В Торе об этом говорится так. Не и с раздавленными, и с разбитыми, и оторванными, и отсеченными не приносите Богу, и на земле вашей такого не делайте. О чем идет речь? Речь идет о том, что животные, у которых или были кастрированы, или есть мум. Мум – это как бы недостаток, физический недостаток. Они не приносились Всевышнему. Они не приносились Всевышнему в жертву. Почему? Почему бы... Ну, понятно, с человеком, ладно, давайте оставим человека пока что в стороне. Почему животных не кастрировать? На самом деле, существует о том, что бык, например, бык, если его кастрируют, то он становится более спокойным, он лучше работает, мясо его более вкусное, он становится менее опасным. То есть, есть вещи, которые есть плюсы. Есть плюсы в этом. Или, например, многие организации, которые занимаются животными, которые на улицах находятся, кошки, говорят, давайте кастрируем самцов или самок, и все будет хорошо, они не будут в таком количестве бродить по улицам и страдать. Как бы в этом есть тоже свои идеи, свои плюсы. Почему же Тора? Она нам говорит о том, что нельзя, евреям нельзя делать эти вещи. Ни на этой земле, ни на святой земле в Израиле, ни по всему миру. Есть даже мнение в Талмуде о том, чтобы запретить не только евреям, а всем. Есть как бы выпустить закон, что всем нельзя делать такие вещи и кастрировать. В чём же дело? Ну, одна из важных вещей, которые Всевышний создал этот мир, после того, как было создано Адам и Хава, какая первая митсва у них была, плодитесь и размножайтесь. То есть, у Всевышнего есть желание. Желание создать этот мир. Желание, чтобы люди наполняли этот мир. Чтобы мир был лучше. А как же можно сделать лучше мир, если нет людей, если нет животных? И поэтому все получили эту заповедь. Всевышний, Он бесконечный. Он создал человека. Ну, это понятно. Всевышний всё может, Он сделал то, что Он хотел. И это Он дал и нам. То есть, люди, мужчина и женщина, животные и птицы, они могут создавать себе подобных. Они могут создавать себе, создавать детей. Понятно, что с благословением Всевышнего. Но в этом действии есть, как бы, силы Всевышнего. У нас есть, мы уподобляемся Всевышнему. Всевышний создал нас, а мы создаем детей себе подобных. А эти дети потом будут рождать других детей. То есть, есть бесконечность. В этом заложена наша бесконечность. Мы не заканчиваемся, передаем это из поколения в поколение. И люди продолжают жить, и животные продолжают жить, и птицы продолжают жить. Как же тогда сделать вещь, которая уберет эту возможность? Уберет у тебя возможность плодиться. Поэтому кастрация, она запрещена не только людям, но и животным. Нельзя это делать ни в коем случае. И, конечно же, есть с этой силой, как любая сила, особенно эта сила, с ней очень много испытаний, с ней очень много вызовов. Вызовов природе. Природа. И поэтому людям нелегко с этой силой, если эту силу направить в правильном русле, то эта сила, у тебя есть семья, у тебя рождаются дети, всё нормально. Но если эта сила направляется не в правильное русло, то она приносит очень много всяких проблем человеку. И не только ему, а всем окружающим. И поэтому возможно мысли, давайте, давайте мы сделаем упрощение. Но нет, Тора нам это запрещает. И также, как в материальном смысле, есть и в духовном смысле, о чём идёт речь. Например, вот человек, он находится в каком-то обществе, он хочет что-то родить. Родить в духовном плане, в какую-то идею, в какое-то действие, повлиять на этот мир. То есть, когда мы рождаем ребёнка, появляется новый человек, новая душа, она влияет на этот мир, она меняет этот мир. И человек в духовном плане, он тоже может рожать, он тоже может творить. И многие могут сказать, и боятся выйти и реализовать вот это вот качество своё, качество Создателя. В нас есть качество Создателя, как же в материальном, так и в духовном плане. Поэтому духовная кастрация тоже запрещена. Ты не можешь другому сказать, а почему ты это делаешь? Ты вообще кто такой? Помните, я был фильм, а ты кто такой? Ты кто такой? И у человека просто кастрируют. Духовно. Ему говорят, да ты вообще на это не способен. Да ты кто? Подожди, посмотри. Делай то, что все делают. Иди в ногу. Ты не можешь идти, как в армии. Все левой ногой, а ты правой. Ты идёшь не в ногу. Так в армии это одно. А в нашей жизни не все должны идти в ногу. И те люди, которые хотят реализовать себя и чувствуют духовную потребность. И у них родилась в душе какая-то идея. Не бойтесь, рожайте. Творите. И те евреи, которые хотят приблизиться к Тории. И они боятся, что ему скажут на работе, что ему скажут дома. И это их останавливает. И вот они с этим чувством живут. Ни в коем случае нужно выражать свой потенциал, который в тебе есть. И не дай бог. Есть люди, которые говорят, особенно в Европе это сейчас очень популярно. Женятся они, а нам не надо детей. А зачем нам дети? Мы лучше будем в своё удовольствие хайфовать, ездить, жить. Всё. Зачем? Дети – это проблема. Дети – это деньги. Дети – это время. Дети – это внимание. А мы будем сами себе... В этом нет будущего. Всё. Они отжили, они умерли. Их нет. Их не стало. Нужно рожать детей. Нужно делать своё продолжение. Нужно вкладывать в это детей в материальном плане и в духовном плане. И это нужно делать всю жизнь. Потому что в нашей душе есть вот эта частица бесконечности, частица Создателя, что мы должны это создавать. И есть одна история. Был такой нееврый мальчик в Америке, которого звали... Как же его звали? Клинт Полуберг. Если вы хотите... Есть такая... В Ютубе есть Клинт Полуберг. Он учился в школе. И когда он сидел за столом, он всё время стучал, постукивал по столу. У него пальцы всё время стучали по столу. И это мешало учителю. Понятно, что это мешало учителю? И уже не знали, что делать. Ему говорят, перестань. А он продолжал. Клинт Полуберг поздоровал, выйди из класса. Он выходит, идёт к директору. Ничего не могли сделать. Пять минут тишины, и опять он начинает стучать. Уже думали, может, к психологу отправить. И уже директор придумал. Знаешь, что говорит? Ты вот возьми руки себе под ноги и вот сиди, чтобы не стучать по столу. Но это было, пять минут ему хватало. И ничего не могли сделать. Однажды учитель заболел. И пришёл другой учитель, новый учитель. По фамилии Джонсон. Он там был взрослый человек. И этот Клинт, он продолжал стучать пальцами. И он ему говорит, Клинт Полуберг, после урока подойди ко мне. Ну, он это думает. Ну, всё, сейчас меня опять выгонят. Опять вызовут родителей. Ну, что я могу делать? Чувствовался я несчастным человеком. После того, как закончился урок, все вышли из класса, он приходит с толку пущенной головой. И учитель ему говорит, знаешь что, говорит, у меня есть тебе одно предложение. Говорит, вообще, то, что ты делаешь, ничего в этом страшного нет. Это идёт от твоей души. Это от твоего мозга идёт. Говорит, ты абсолютно нормальный человек. И у меня к тебе предложение. Я тебе дам барабанные палочки. И мне кажется, что ты должен начать заниматься на ударной установке. И учитель достал палочки из ящика стола, дал ему эти палочки. Этот ребёнок взял и начал заниматься. И сейчас он один из лучших барабанщиков в мире. Он делает целые представления на ударных. Если вы зайдёте, вы напишите «Клинт Полвер», вы увидите, что этот человек родился, и у него в душе вот это уже было заложено. Самое главное, нужно было его открыть это. Открыть, чтобы он родил это. Помочь ему. А если бы не попался этот учитель, и он всю жизнь бы его давили, нет, будь как все, вот так вот, и никак иначе, ни вправо, ни влево, ровно, со всеми. Потому что ты ненормальный человек, что ты всё время стучишь. Нужно помочь нашим детям, нужно помочь себе, нужно помочь ближнему своему раскрыться. Не долбать его и сказать, знаешь что, сиди и не рыпайся. Наоборот, дать возможность реализовать вот это вот качество, родить человеку его возможности. Дай Бог, чтобы каждый из нас реализовался, потому что от этого этого хочет Всевышний. Не бойтесь этого. Удачи всем. И шаббат шалом. И хия до ныну. Марина Воробина. Мелых машеях. Люблям веет.